На поиске убийцы Виктора Кабака сейчас брошены силы всех дружинников, а их в Новосибирске уже полторы тысячи человек. Их ряды продолжают пополняться. Студенческие отряды охраны правопорядка набирают свои ряды добровольцев, молодых людей от 18 до 29 лет. Наш корреспондент Мария Черешнева встретилась с дружинниками в красных повязках, среди которых, кстати, немало девушек. Ну пусть подрастает и к нам обращается. За час прямой линии десяток одинаковых вопросов, как записаться в молодежный отряд. Многим звонящим еще нет 18, а совершеннолетие – одно из главных условий. Кроме того, кандидат не должен иметь судимости и быть здоровым, а вот физическая подготовка уже второе дело. Перед заступлением на первое дежурство новичку предстоит пройти курс молодого дружинника. Только после месяца занятий можно будет патрулировать дворы вместе с полицейскими. Два полицейских и четыре дружинника. То есть усиливается площадь охвата. Или два человека, они не имеют права ходить по одному патрульно-постовой службе. А если идет с дружинниками, то они могут обхватить территорию в два раза больше. Дружинники патрулируют в том числе и спокойные парки и скверы в самом центре города. С приходом весны здесь особенно часто можно встретить людей, злоупотребляющих спиртным. Правда, сегодня холодно, поэтому нарушителей нет. А еще дружинники практически круглосуточно следят, чтобы вандалы не испортили эти олимпийские часы. Институт народных дружин исчез вместе с распадом СССР. От людей с красными повязками на руках горожане уже успели отвыкнуть. Хотя официально эти отряды существуют уже три года, а появились и того раньше. Изначально студенты охраняли только свои владения – студенческие городки, общежития, территории вузов. Чуть позже энтузиасты перебрались во дворы и на улицы города, чтобы разгонять пьяниц с детских площадок да ловить карманников. Просто за руку схватил, но в полицию не повел. Так, предупредил, что в следующий раз будет плохо. Сегодня таких дружинников ровно полторы тысячи человек. Около половины из них – девушки. Студентки охотно идут в отряды, даже несмотря на то, что им приходится гораздо труднее, чем парням. Нарушитель порядка едва ли испугается предупреждений хрупкой первокурсницы. Мужчины не боятся больше, но еще тут форма. Например, если бы нам выдали формы, то по-другому все-таки это было. О единой форме речь пока не заходила. Ограничиваются повязками. И пока этот элемент одежды у прохожих вызывает неоднозначную реакцию. Молодое поколение воспринимает немножко неадекватно. Кто-то смеется, кто-то просто не понимает, что это такое. Потому что они не знали об этом никогда, что это вообще существовало. Им никто не рассказывал. Дружинники привыкли и к смешкам, и к агрессии. Всякое случается. Но из отрядов уходят только когда устраиваются на работу. Многие, кстати, после продолжают службу в МВД. Мария Черешнева, Олег Королевец. Новосибирские новости.